Телеканал КРТ представляет Конец цитаты К сожалению, господин посол не пояснил, столь частое общение является плюсом или минусом. Конечно, если 11 бесед отражают динамику отношений Киева и Берлина, то это плюс. А вот если это свидетельство того, что кто-то кого-то не понимает с первого-второго раза, то, скорее всего, минус. Согласно официальному сайту президента Украины, в ходе беседы были обсуждены вопросы восстановления мира на Донбассе, начавшиеся с ритуального признания без альтернативности дипломатических усилий, и столь же ритуальной благодарности со стороны Зеленского за, цитата, четкую и последовательную позицию ФРГ в отношении невозможности изменения формата Большой Семерки до полного восстановления территориальной целостности Украины. А вот из остальной дипломатической шелухи можно отметить два момента. Во-первых, как указано в официальном сообщении, цитата, собеседники сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств участников нормандского формата. Конец цитаты. Во-вторых, канцлер Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной. О чем шла речь, стало понятно через пару дней, когда было объявлено, что на минских переговорах Донецкую область будет представлять блогеры Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены бежать из Донецка, а Луганскую область юрист Вадим Горан и врач Константин Липстер. Сам Казанский в своем фейсбук прокомментировал это следующим образом, цитата, «С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях трехсторонней контактной группы по Донбассу». Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, Российская Федерация и ОБСЕ. ЛДНР не сторона конфликта. Конец цитаты. No comments. Не является большим секретом тот факт, что идею участия назначенных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Минской ТКГ сформулировал и убедил поддержать президента вице-премьер-министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, о чем он с большим удовольствием и самолюбованием рассказал в интервью деловому порталу Лига. Здесь прекрасно все, начиная с заголовка, в которой вынесена цитата вице-премьера. Думал, Россия устроит демарш из-за переселенцев, но нет, идет диалог. Начнем с того, что абсолютно непонятно, почему Светоч отечественной юриспруденции ожидал скандала. Ведь Киев может включать в состав украинской делегации любых граждан Украины, и никого это не должно беспокоить. На переговорах в режиме видеоконференции 9 июня присутствовали делегации ОБСЕ, Украины, России и ОРДЛО от неподконтрольных территорий. Никакой замены стороны ОРДЛО украинскими представителями не произошло. Так в чем же хитроумный замысел, который не вызвал ни ожидаемого скандала, ни изменения правил переговоров? Сам Алексей Резников поясняет это так, цитата. Если внимательно читать Минские соглашения, то в пунктах 9, 11 и 12 сказано о необходимости проведения консультаций, обсуждения и согласования законов об особенностях местного самоуправления, об особенностях выборов, децентрализации и так далее. По большому счету этим занимается только политическая группа, куда и нужны в первую очередь представители. Имеется ввиду неподконтрольных территорий. Конец цитаты. Тоже понятно, те пункты Минских соглашений, которые необходимо согласовывать с представителями ОРДЛО, Резников предлагает согласовывать с назначенными из Киева представителями переселенцев из Донбасса. У меня только один вопрос. Достигнутые соглашения между украинской делегацией во главе с Леонидом Кучмой и Алексеем Резниковым, с одной стороны, и делегацией ОРДЛО во главе с Денисом Казанским и Сергеем Гармашем, с другой, кто и как со стороны непризнанных республик будет исполнять? Кстати, в этот же день, 9 июня, состоялся очередной телефонный разговор между президентом России и канцлером ФРГ. Согласно российской версии, президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению Минского комплекса МИР. Согласно Deutsche Welle, со ссылкой на официальный сайт правительства Германии, основной темой переговоров стало выполнение Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Кроме того, Меркель и Путин обсудили положение в Сирии, в том числе возможность доступа в страну гуманитарных организаций. Стороны также поговорили о конфликте в Ливии и о вопросах совместной борьбы с пандемией коронавируса. Интересно, что в интерпретации немецкого официоза, каковым де-факто является Дейчевелли, из трех конфликтов, которые обсуждали Меркель и Путин, наиболее горячим в настоящее время является ливийский, которым и был посвящен подробный разбор. Субтитры создавал DimaTorzok